В общем, ребят, решила сегодня пораньше лечь спать, но пока не получается. В общем, время 10.30, и мой муж едет домой. Мне позвонил, говорит, что на дороге нашел опоссума сбитого машины, и он еще живой. Поэтому он его сгробастовал в машину и едет сейчас домой. Я уже приготовила вот клетку. Это у нас не первый раз, что нам приходится подбирать животных. С проезжей части вот положила сюда картонку. Конечно, коты ее уже разбомбили, но пойдет. Вот стою и жду, когда он приедет с бедным существом. Котый ряд живых. Котый ряд. Котый ряд. Котый дай. Котый ряд. Котый, ты так красивая. Котый. Котый ряд. Котый ряд поднимает. Еще, ребят, пора открывать нам все-таки приют резкий, как здесь говорят, но это просто какой-то капец Не птичка, это кошка, не кошка, это капоссум И так продолжается круглый год, без перерыва И сейчас Джейсон будет искать онлайн Есть такие группы, которые занимаются определенными видами животных Например, у нас была проблема с белкой Мы нашли белку, которая вообще была никакая И мы ее отдали людям, которые занимаются спасением белок Есть такие, да? Я надеюсь, что мы можем найти организацию, которая занимается спасением опоссумов Потому что я, честно говоря, не знаю Во-первых, я не ветеринар, у него могут быть поломаны лапки, какие-то внутренние кровотечения Поэтому я надеюсь, что мы найдем группу, которая сможет нам в этом помочь Кстати, вести самим к ветеринару это тоже проблематично Потому что веты здесь, в Америке, обычно не принимают диких животных Принимают только домашних животных Можно было бы, конечно, отвезти создание несчастное в организацию У нас есть такая по защите окружающих животных, диких животных и птиц Но мы уже на этом обожглись Там нам жутко не повезло Потому что спасенную птицу, которую можно было выходить, ее просто усыпили Так, ребята, нырела в шприц молока теплого Сейчас попробуем его напоить Потому что, возможно, он просто маленький Его маму убили на дороге Он просто не знает, что делать И голодный Либо его сбили Сбила машина Привет, он смотрит на меня Дмитрий, он пить Дмитрий, дмитрий, приди Дмитрий, ты так хорош, дмитрий Ты так хорош, дмитрий Он так хорош, я хочу взять Он так красивый хорошо, что у нас еще молоко есть у нас обычно нет молока а сейчас Джейсон приноровился к горячему какао и мы стали покупать молоко как все вовремя, да? доброе утро, ребята наш опоссум ожил сегодня утром он уже спокойно кушает, уплетает зоопии щеки кошачью еду я его вынесла на улицу, все-таки поближе к природе вроде бы как ножки и ручки целы ходят, передвигаются нормально но все равно мы не знаем какие там могут травмы у него быть вот поэтому все равно ищем помощи и тоже я не знаю по возрасту маленький ли он еще просто выпускать, если он уже если он здоров либо он еще слишком маленький его нужно где-то держать это подкармливать чем его кормить ну в общем куча вопросов поэтому мы до сих пор пытаемся найти людей которые занимаются непосредственно спасением таких вот животных привет, ребята, не дают занятия просто люди меня убивают в общем закончился у меня первый урок так сказать первый класс и я пытаюсь уйти домой потому что у меня еще второй класс мне нужно быстро побежать покормить опоссума и мой профессор решил меня задержать со мной поговорить что я там делаю в общем посмотреть на мой проект я ему объяснила говорю слушайте мне нужно сейчас уйти потому что у меня ограниченное количество времени у меня дома опоссум маленький а он мне говорит опоссум ой, моя мама так любит опоссумов а ты мне его одолжи, чтобы моя мама с ним поиграла представляете как можно одолжить живое существо, чтобы с ним поиграли это не игрушка, ребята в общем люди меня просто иногда шокируют конечно я сказала нет, спасибо мы ищем сейчас организацию, которая бы его у нас забрала которая занимается опоссумами и пока мы ее не найдем, он будет у нас он говорит, так может он у меня будет в качестве домашнего животного а я говорю, нет, это не домашнее животное это wild life то есть это дикое животное и оно должно жить на свободе и причем здесь это противозаконно держать диких животных и птиц в неволе можно только держать тех, кого нельзя отпустить на волю кто не выживет может у кого-то какие-то травмы были вот так, где мои ключи так что бежим домой, кормим опоссума и едем обратно в колледж ребята, у нас хорошие новости я дозвонилась женщине, которая занимается спасением диких животных и птиц более 30 лет и у нее даже на это есть лицензия поэтому сегодня вечером мы едем отвозить малыша к ней домой она сказала, что когда он поправится либо когда окрепнет она выпускает опоссумов в какое-то такое отдаленное от людей местечко где рядом есть источник воды и они там себе спокойно живут вот мы приехали в дом спасательницы животных сразу табличка wild life welcome то есть дикая жизнь добро пожаловать и Джейсон же услышал там квакеров попугаев-квакеров таких как у нас в Бетте и Бетте квакают пока мы ждали, пока нам откроются заприметили тут вольер с белочками Бетт сказала, что у опоссумов хорошо развито обоняние и слух но они очень плохо видят также она сказала, что мы его абсолютно неправильно кормили у нее есть целая диета, расписанная на неделю ребят, им нужно очень много разнообразной пищи употреблять и она сказала, что он немножко худенький она его выкормит и выпустит на свободу также у нее есть другие животные, которых она спасла и выхаживает например, вот эти две белочки у одной белочки такая история, что люди вышли на задний двор и увидели улетающего орла который, видно, не справился и упустил вот эту вот белочку это была его добыча, он просто ее выронил люди подобрали белочку и принесли Бетт а вот история другой белочки еще печальнее люди нашли на своем чердаке гнездо белки и избавились от взрослой белки и даже и не подозревали, что у нее там еще и детеныши люди спохватились только через какое-то время и нашли всех мертвых детенышей, кроме одной которую ей отнесли вот этой чудесной женщине ребят, меня так воодушевляет общение вот с такими людьми это просто, я не знаю, как свежий глоток воздуха все-таки мир не без добрых людей и мне кажется, вот именно на таких людях он и держится давайте не проходить мимо и помогать братьям нашим меньшим потому что кроме нас им помочь некому потому что я думаю, что квартире в夜 我不